Итак, министр финансов России Антон Силуанов рекомендовал гражданам страны не рассчитывать на помощь государства в части пенсионного обеспечения, а полагаться исключительно на свои силы. Согласно стратегии Минфина и Центробанка, мы с вами сами должны формировать и накапливать денежные средства на старость, но при этом исправно отчислять со своей зарплаты взносы в пенсионный фонд на текущие выплаты пособий по старости. Мы говорим о том, что работающие граждане должны сами тоже заботиться о своем будущем. Сегодняшний уровень пенсионного обеспечения позволяет нам иметь среднюю пенсию порядка 12-13 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, небольшие суммы. Работник должен понимать, что если он не будет участвовать в формировании пенсионных накоплений, то уровень пенсии будет таким, какой он сегодня есть, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Сегодня министр фактически анонсировал очередную, грядущую, уже в 2017 году, пенсионную аферу века, которую по традиции в Минфине и ЦБ называют реформой. Согласно этой концепции, граждане будут самостоятельно заводить специальные пенсионные счета и аккумулировать средства на будущую старость. Силуанов обещает, что эти деньги будут надежно защищены государством. Он заявил, что при всем этом эти деньги будут страховаться, эти деньги будут наследоваться, эти деньги можно будет использовать. Например, это будет, по сути дела, такой нематеринический капитал, который у нас есть, а пенсионный капитал. Каждый гражданин может формировать в себе пенсионный капитал, зная, что эти средства не пропадут, заявил министр. При этом при Силуанове и Набиулиной из их ведома пенсионные накопления уже как минимум трижды замораживались. Видимо, ранее министру финансов и главе ЦБ верить было нельзя, а вот с 2017 года после очередной пенсионной аферы можно будет. Господа, впервые нам в лицо сказано, что наше будущее исключительно в наших руках. Нечего пенять на власть, она занята другими вопросами. Конечно, можно согласиться с главбухами страны, но если сейчас в нынешних условиях у гражданина России, ответственного гражданина, возможность сформировать свою дорожную карту пенсионного благополучия. Мой ответ нет. То есть фактически с кризисом, который в течение двух лет вообще отказывались признавать таковым, гражданам сейчас предложено самостоятельно выходить из него. За два кризисных года экономический блок правительства и Центробанк ничего не сделали и не смогли сделать. Теперь, когда Силуанов и Набиулина умыли руки, граждане могут самостоятельно позаботиться о собственном будущем и будущем своих детей. Правда, для этого не созданы никаких, подчеркиваю, никаких эффективных институтов и инструментов, которые позволили бы гражданам страны сберегать и накапливать на свою старость. Для того, чтобы сформировать свое благополучное будущее, нужны институты, которые позволили бы приступить к этому приятному начинанию. Например, стабильность национальной валюты. Когда рубль качает из страны в сторону, а амплитуда достигает весьма нешуточного характера, говорить о надежности российской национальной валюты как инструменте не приходится. Какие еще есть инструменты? Ценные бумаги, акции, облигации, иные деривативы. Но граждане России в массе своей не разбираются в хитросплетениях финансового рынка. Более того, среди профучастников фондового валютного рынка масса дельцов, которые в два счета оставят вас без штанов. Недвижимость? Но ее чиновники обложили по полной программе. Мягко говоря, забавная ситуация. В Минфине и ЦБ открыто говорят, ваше будущее в ваших руках. Но при этом правительство ничего не сделало для формирования долгосрочных институтов развития. В этой пенсионной афере века, которую реализуют Силуанов и Набиульна, есть еще несколько важных аспектов, господа. Сегодня стало известно, что в проекте федерального бюджета заложена вновь заморозка пенсионных накоплений на 2017-2019 годы. Пенсионные жулики уже ранее тяпнули, простите за это выражение, у граждан России более 1 триллиона рублей. Около полутриллиона в 2013 году, 243 миллиарда в 2014, 309 миллиардов в 2015 году. И вот свежая новость. Воровство из наших кошельков продолжится как минимум еще три года. Возвращение ранее замороженных средств в накопительную пенсионную систему невозможно, заявляет вице-премьер Ольга Голодец. Это не на наш взгляд невозможно, а это просто экономически невозможно. У госпожи Голодец нет плана по возврату. Теперь планов по возврату замороженных пенсионных накоплений нет и у Силуанова с Набиулиной. Бюрократия в России имеет очень большую специфику, но такую вопиющую наглость я встречаю впервые. Правительство и Центробанк, которые и завели страну в финансово-экономический тупик, банкроты. Регионы выплачивают текущие социальные платежи за счет коммерческих кредитов коммерческих же банков. Пенсии сейчас в России платят за счет средств будущих пенсионеров. Живые белые деньги, которые работодатели перечисляют в пенсионный фонд за своих работников, превращаются в баллы. Антон Силуанов и Эльвира Набиулина предложили сегодня гражданам России самим формировать пенсионную основу для будущей старости. Но забыли вернуть более 1 триллиона рублей уже накопленных нами денежных средств. Источников для этого возврата средств нет. Никто не собирается эти деньги возвращать, потому что эти деньги пошли на принятие антикризисных мер, ранее заявлял глава Минфина. Вот он, ответ на все вопросы. Чиновники нас держат, простите, за дураков? В этой истории, в этой афере есть один концептуальный принципиальный момент. Это доверие граждан страны к собственному государству. Все действия правительства ЦБ по так называемой очередной пенсионной реформе подрывают это доверие. Задайте сами себе вопрос. Вы в старости надеетесь на государство? Вы уверены, что сможете сберечь свои накопления в ситуации, когда Центробанк устранился от политики устойчивого рубля? Вы верите, что завтра они вновь не поменяют правила игры? Без взаимного доверия, без предсказуемой, продуманной, долгосрочной финансовой и экономической политики государства граждане не смогут сохранять самостоятельно материальную основу своей будущей старости. Это государственный вопрос. Это будущее нашего Отечества. Это будущее каждого из нас. Меня зовут Юрий Пронько. Это реальное время. По будням с 19 до 20 мы обсуждаем самые важные злободневные темы в прямом эфире телеканала «Царьград». Удачи вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова